МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юля. Никита. Юля и Никита. Меня зовут Кирилл. Ну что, мы сегодня играем с Юлией и с Никитой. Готовы? Да. Первый вопрос. Эта рок-группа получила звание первой и единственной группы, которая играла на всех семи континентах. Она оказалась в книге рекордов Гиннесса после того, как отыграла концерт в Антарктиде. Вариант ответов. Роллинг Стоунс, Гадзин Роузес, Металлика или Скорпионс? Скорпионс. Почему-то я так думаю. Скорпионс. Да. А если подумать... Роллинг Стоун. Да? Первый или последний? Не знаю. Роллинг Стоунс, Гадзин Роузес, Металлика или Скорпионс? Металлика тоже подходит, конечно. Они более такие тоже знаменитые, наверное. Второй вариант веду. Ты думаешь, второй? Да. Второй, да? То есть вы считаете, что это Гадзин Роузес? Да? Ну да. Давайте. А на сколько уверены? 50 на 50. Я думаю, все-таки, наверное, это больше, наверное, на Металлику подходит. Так отвечайте Металлику. Металлика. А цена? В балах, да? Да. От одного до пяти? Пять. Пять. Это Металлика, действительно, это Металлика. Она отыграла концерт в Антарктиде. Отлично. В какой стране мира чаще остальных проводили зимние Олимпийские игры? Тоже есть варианты ответов. Канада, Франция, Италия или США проводились? Канада. Канада. Канада? Ты уверена? Прям так уверена. А чего ты так уверен? Ну, не знаю. Канада. Наверное, так проводились. Канада, Франция, Италия, США? Во Франции тоже были, проводились они. Именно зимние? Зимние. Ну да, давайте Канада, пускай, да, будет? А чего не США? А чего не Италия? А чего не Италия? А чего не Франция? Нет, давайте Канада. Ну да. Канада. Уверена? Да. А на сколько уверена? На четыре. На четыре. К сожалению, это не Канада, это Соединенные Штаты Америки. Канада, Франция Америки. Да, это надо знать много поговорок. Это я, блин, слаба в поговорках. Я уверен, что вы знаете ее. Вы точно? Я думаю, что и сын ваш тоже знает. Это, наверное, да. Это что такое? Он слышал? А вы знаете? Деньги, да. Блин, да. Хотя бы начать. Так, сейчас надо начать. Не имеется. Не имеется рублей, да. Имеется друзей, да? Без 100 друзей невозможно поиграть ночью в карты. Да, наверное. Пускай будет. А без каких приспособлений невозможно было в Средневековье поиграть в карты? Без каких? Стола. Без приспособлений поиграть в карты в Средневековье. Я не могу эти приспособления назвать? Да, но это, наверное, поиграть в карты. Зачем они сидели? За столом. Мечи, шпаги. Да, это имеется в виду это или нет? Без языка. То есть это все обговаривалось, как-то обсуждалось правильно. Ну, язык у нас бесплатный пока. Да. Да, ну как-то я затрудняюсь ответить. Уверена, что вы знаете? Да, уверена. Я потом, может быть. Я даже не знаю. Быстро так. Ну, хорошо, что-нибудь. Давай, что в голову? Ну, ты у тебя видишь, одно пришло, мне теперь оно не выходит никуда. А какая пришла в голову? Имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Наверное, без друзей там не обошлось. Без друзей. Поговорка эта звучит так. Игра не стоит свеч. Игра не стоит свеч. Без них, да, свечи. Без них, да, свечи. Вблизи с каким иностранным государством находится город Выборг? Выборг, ну это же немецчина наша, немцы. Ну, мы с немцами вроде бы не это. Еще пока границы у нас нету. Так, Выборг, Польша. Польша. А с Польшей только Калининградская область. А это не Калининградская область. Значит, Чехия, Выборг. Чехия точно нет. Сейчас, подождите. Выборг, наверное, это... Так, Испания, Италия, что-то с этим, да? Я где-то слышала, где-то вот... Ну, на границе с каким... На границе с каким государством? Мы граничим. Да, мы граничим с этим государством. Просто даже не русские плохо знаем. Так. Ну, ничего. Польша, Чехия, Словакия. И тут севернее Москвы. Севернее, Выборг. Не Румыния? Нет. Нет, вообще не Румыния. Понятно. Но это недалеко от города Санкт-Петербург. А, да. У нас вот Санкт-Петербург, с каким там, недалеко, какая область граничит? А, область какая граничит? Нет, ну вот область, вон в этой области. Надо читать. Простите, да. Надо читать. Да, это надо знать. Надо знать. Ну что? Историю России. Ну, в принципе, этой истории нет. Это Финляндия. Это Финляндия. В переводе с французского это слово переводится как груз, тяжесть, бремя. В русском мы под этим словом понимаем разновидность карикатуры. Живопись. Ну, вот когда вот карикатуру, портрет карикатурный рисуют. Санкт-Петербург какая-то, не знаю. Подскажу, наше называется. Да подожди, а, я не знаю даже, а, шо, 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 я вас поняла, ну, шо, 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 наше называют. Да, вот, знаете, вот, подходят уличные художники и начинают рисовать. Никит, ты в курсе, как называется карикатурой? Карикатурой. Вы много раз это видели? Пейзаж, не знаю. Наше. Наше. Затрудняюсь. Наверное, плохо с этим делом. Ну, ничего страшного, правильно ответит шарж. Шарж. Это который? Я думала, шарж-то, который словесный, а я не знаю. Нет. Ну, в любом случае, спасибо вам огромное. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Ничего, все хорошо. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова